Ну, просто аватар! Смеяться нельзя? Не буду. Доброе утро! Аватар это, конечно, весело, но так, по-моему, гораздо лучше. Я уже опять собираюсь. Вчера не забрала ключи с сигнализацией, поэтому приходится ехать обратно. Поэтому лицо нарисовано, восстановлено. Вот маска была веселенькая. Ну все, собираюсь, поехала. Дальнейший день буду опять с вами. А кто смотрел вчерашнее видео, те знают, что я выиграла и дама пиковая повешена. В общем, я повесила тузы, а Саша мне еще вешал десятки. Потом он мне все-таки повесил десятки, пока я три раза не могла повесить пиковую даму. Но я ее все-таки повесила. Но самое интересное, что, а может и неинтересное, он со мной больше в карты не играет. Сказал, все, это был последний раз. Я опять повелся с тобой в карты играть. Это вообще ужас. Говорит, тебе надо куда-то записаться в картежный клуб и там зарабатывать деньги. Да. Ну, в общем, не знаю я, что мы будем делать сегодня вечером, но в карты мы уже играть точно не будем. А пока что я поехала по делам, по тому, как надо. Приехала к спортзалу. Как-то грустно даже туда идти. Вот, представляю, там сейчас пусто. Нет детей, нет моих любимых девчонок. Мне кажется, там холодно, сыро и очень неуютно. И я еду забрать оттуда обогреватель, потому что у нас дома уже выключили отопление. И холодно. У нас первый этаж, полы очень холодные. В общем, обогреватель нужно забрать. Да, грустно, пусто. И у меня всё остановилось. Смотрите, у меня ещё тут нарисованы новогодние. Надо прийти... Рисуночки новогодние. Надо прийти сюда всё-таки и сделать субботник. Хотя бы сделать уборку. Может, если здесь навести порядок, быстрее это всё закончится. Ой, боже мой. Тут у нас Маша развлекалась. Шарик наш мигрировал, мигрировал. И заскучал. Конечно, вот такой вот он уже совсем-совсем сдулся. И кубки наши за нами скучают. Ну, вот так. Вот мой обогреватель. Ой, ну вообще, друзья мои, это так грустно смотреть на пустой спортзал. Так хочется, чтобы скорее здесь был детский крик. Девчонки, если вы меня смотрите, я даже не буду ругаться. Верещите, кричите, прыгайте, бегайте, играйте. Ой, очень хочется здесь видеть полон зал детей. И, конечно же, моих любимых женщин. Грустно, ребята, очень грустно. Ой, я надеюсь, что это всё скоро-скоро закончится. Пришла домой. Пришла домой. В доме неуютно, холодно. И поэтому сижу, читаю ваши комментарии. И хихикаю. Хихикаю, потому что, ну, во-первых, спасибо. Такие классные комменты. Мне нравится. То, что вам нравится слушать мои истории. И вопросы такие интересные. Вот есть ли у вас любимый цвет? Конечно, есть. И любимый цвет у меня жёлтенький. Я люблю всё жёлтое. И платьичко у меня жёлтенькое. Кофточка жёлтенькая. И машинка у меня была жёлтенькая. Вернее, нельзя сказать, что у меня, у нас. Вика уже не один раз рассказывала, что первая наша машина была жёлтого цвета. И это была Славута. Мы её купили. Буквально приняли решение. Ну, это было очень быстро. Вика решила сдавать на права. И раз уж на права сдавать, значит, надо на чём-то учиться ездить. Поэтому мы подсобрали все силы и купили дешёвую, старенькую машинку. Она была такая прикольная, жёлтая. И по ней были лапки. Лапки кошачьи или тигрячьи. Ну, в общем, в лапках. Но по поводу цвета, все знают, что у меня любимый цвет жёлтый. Ну, мои друзья там всё. И звонят мне друзья Симферополя. Всё время о них рассказываю, потому что это мои любимые, родные. Надюшка моя, если она меня смотрит, мы дружим практически с детства и никакие расстояния нам не мешают. Так вот, они мне звонят. Говорят, ну что, ну что, как там машину купили? Говорю, да. Виталик у меня спрашивает, какую? Говорю, жёлтенькую. То есть, марка не важно какая, не важно, что это старенькая славута. Самое главное, что она жёлтенькая. Вот ответ на любимый цвет. Да, цвет люблю жёлтый. Ну, рассказывать интересные истории могу очень долго про все свои опоздания, про всё очередное опоздание, как мы бежали за поездом с Викой. Викузька, ну, тоже надеюсь, что все слышали, знают. Она у меня была мисс Черкащина, 79, 70... Ой, что я такое сказала? 70, ты... Ай, ой, нет, не так. Ох, и наговорила. Вика 80-го года рождения. В 97-м году Вике было 17 лет, и она победила на конкурсе мисс Черкащины. Как эта победа нам далась, так это просто... Рассказы очень долгие. Всё было классно, подготавливались мы к конкурсу. Она хотела... Ну, уже год, ещё в 16 она хотела поучаствовать. Я сказала, нет-нет-нет, вот... После 10-го класса, тогда вот ладно. Ну, и ребёнок у меня послушный, и она согласилась. Ну, в общем-то, подали документы. Всё, всё классно. Она там готовится, готовит номера, с которыми выступать, танцевальные номеры. Она хорошо танцует. А там были такие... Конкурс талантов. Ну, помимо конкурса талантов, там были ещё разные другие конкурсы. И вот уже всё. Уже мы должны... Ну, там назначен день, когда уже будет этот конкурс мисс Черкащины. И тут сообщают девчонкам, ну, и мы же родители, естественно, узнаём, что они будут во время этого выступления этих своих, во время этого конкурса, будут... Будет демонстрация нижнего белья. Представляете? 17 лет. Поняли, да? 97-й год. Демонстрация нижнего белья. Ну, вот сейчас, наверное, к этому немножко проще относятся. Но в тот момент, помимо того, что они будут демонстрировать нижнее бельё какой-то там украинской фирмы, это, то есть, девочки по подиуму нижним белье, на этот конкурс пригласили... У нас в Черкассах есть пожарное училище. И вот на этот конкурс, всё это пожарное училище, понимаете, там учатся мальчики, да? Всё это пожарное училище пригласили на этот конкурс по пригласительным билетам, ну, чтобы в зале было много народа. Тогда эти конкурсы только начинались. И вот в моём представлении, мама моя дорогая, как это может быть? Эти девочки будут ходить у нас в Черкассах по подиуму в нижнем белье. И что после этого о них скажут эти мальчики? Ну и вообще, вот это полный бред для меня был. Я устроила, конечно, там кипиш. Устроила кипиш. Мы думали, что Вику не допустят к этому конкурсу, потому что вот эта мама, которая прибежала, открыла рот и сказала, нет, я этого не допущу. Вообще, девчонки несовершеннолетние. Это Вике было уже 17, хотя это тоже несовершеннолетние. А были девочки, которыми по 16, по-моему, одной из них было даже 15. Ну, в общем, я сказала, не допущу этого никогда в жизни. Ну, и они, конечно, там закипишевали, испугались, потому что девчонки действительно несовершеннолетние, и заставить демонстрировать нижнее белье нельзя. В конечном итоге они демонстрировали свадебное платье. Салон свадебный предоставил свадебное платье, и это было очень здорово. Но надеяться на то, что моя дочь победит в конкурсе, после того, когда я устроила такой кипиш и разгон там перед этим всем конкурсом, что это просто кошмар. Ну, слава богу, не сняли, думаю, ну и ладно, ну, поучаствуют и поучаствуют. Ну и вот, представляете, жюри-то было независимое. Приехали там с Киева, с Харькова, со всего, то есть, черкасских наших жюрий сидела там одна, это организатор, все остальные были не наши. Поэтому конкурс проходил, как скажем, по честным, классным правилам. Вика 17-летняя, с красивенными волосами, с обалденной фигуркой, и самое главное, конечно, это танцы. У нее был, когда конкурс талантов, ну, во-первых, она гимнастка, она красиво шла по подиуму, это было видно, эти длинные ноги, это все, ну, шпилька, походка, все, все было идеально. А потом еще этот танец, а танцевала она под кукареллу. Может, кто-то помнит. Ша-ла-ла-ла-ла-ла-лам, пам-пам-ба-дам, та-да-да-да-да-дам, тан-дан-та-дам. Ну, в общем, в этой ковбойской шляпе, ну, танцуют классно все. И вот, каким было мое удивление, когда объявляют победители и там вице-мисс, там то-то-то, и мисс Черкащины Виктория Черныш. Мы там просто все обалдели, конечно, все родственники, мы там друзья все были в зале. Поздравлять Вику, это организатор, которая на меня там рчала, и злющая была, что я им чуть ли не конкурс сорвала. Вообще ушла в сторонку, со мной не разговаривая, но тем не менее, Вика победила. Ну, это же продолжение истории. Дальше мисс Украина. И ее направляют, ну, от Черкасс, от каждой области, победительница, едет на мисс Украина. Мисс Украина была в Донецке. Ой, это вообще, ну, эти все сборы, это все понятно, но самое главное, я собираю ей чемодан, в этот чемодан вкладываю все, что только так возможно, чемоданы я собирать умею. А зима, это было зимой, то есть, и зимние сапоги, и это в шубе едет, и в общем, ну, там, ой, чемодан сложила. И мы ее везем с ее папой, с Валерой, тогда еще был жив, едем на машине, везем ее, это поезд не с Черкасс, а с Шевченкова, есть такая станция, и мы везем ее в Шевченково. Ну, выехали мы, скажем так, ну, как будто по времени нам было достаточно, но, когда мы уже подъезжаем к Шевченкову, перекрывают шламбаум, бум, потому что будет идти поезд, и мы там стоим полчаса и ждем этот поезд, а он не едет и не едет, а мы по времени капец, мы просто опаздываем полностью. В общем, когда этот поезд наконец-то проехал, этот шламбаум открыли, мы летим, я уже не знаю, с какой там скорости, на этот вокзал, вбегаем в вокзал, поезд уже стоит, и объявили, что поезд отправляется в таком-то пути, и мы с этими, сумка, чемодан, мы с Валерой, с Викой, Вика впереди, мы за ней, бежим к этому поезду, и поезд уже начинает двигаться, ну, то есть, начинает ехать. проводники поднимают вот эти вот свои ступеньки, и в этот момент мы бежим, вбрасывает Валера туда, в эти, в вагон, этот вагон, который был ее, кстати, мы практически напротив выскочили, вбрасывает ее сумки, а Вика еще бежит, Вику толкаем в соседний вагон, проводники там кричат, это буквально, ну, висит на этих ступеньках, мы ее туда вталкиваем, и вот так вот она уехала в другой вагон, в общем, там эта проводница уже началась качать, ничего страшного, все, сейчас передадим сумку, передадим туда, все нормально, все уехала, телефонов мобильных еще не было. Ой, потом оттуда созваниваемся, ну, не мобильный, но связь-то уже была все-таки, хоть и прошлый век все равно уже связь была нормальная, и она звонит, и мне говорит, что, ну, как там они готовятся к конкурсу, как там все, и на финал конкурса можно приехать родителям, и все такое, и мы же, конечно, собираемся и едем на этот финал. А девчонки жили в гостинице, нас туда не селили, они жили вообще там отдельно, условия были классные, все было классно, а мы поселились в другой гостинице. Ну, и вот, значит, конкурс там, ну, конкурс, скажем, был такой, там была девочка киевлянка, которые очень готовили, и, в общем-то, все знали, что мисс Украины будет она. Но, все остальные, как бы, да, участие было все равно интересно, все равно было классно, Вика не прошла в финал, ну, там были свои такие нюансы, не будем вспоминать, не будем вспоминать, это не так интересно. А интересно другое, звонит мне Вика после этого конкурса и говорит, а, в этой же сумке, помимо вот этого всего, что я наложила вещей, там же еще была еда, очень много всего, это все было в одном чемодане. И тут она мне звонит и говорит, мама, приезжай в гостиницу, она уже собирается ехать домой, потому что в этот чемодан мне половина не входит. Я говорю, как не входит? Она говорит, ну, вот так. Говорю, а вы что, ничего не ели? Она говорит, нет, все съели. Я говорю, так должно быть пол пустого чемодана. Она говорит, нет, я все сложила, сапог не влазит. Ой, в общем, еду я туда, быстренько сложила, конечно, все у меня влезло. Ну, вот очередная история с опозданием. Вот так вот мы съездили до Мисс Украину. Еще бы пару минут, и бежали мы опять за поездом. Мы, правда, еще немного и бежали, потому, когда мы ее туда впихнули в этот поезд, мы еще немножко бежали, потому что мы хотели увидеть, как она там помашет нам рукой. В общем, нормально. Очередная история опозданий. Саша мне вот тоже рассказывал, как они ехали, ехали, и тоже опоздали, и сидели с сумасшедшими суммами денег, там, торговали чем-то. Ну, это будет история от него. А я сейчас болтала с подругой, со своей, с Людой, канал Капуста. Вот, и все мы с ней собираемся снять видео по поводу того, как бы у людей, какие проблемы. Ну, там, у кого-то веснушки, у кого-то родимое пятно, у кого-то прыщики. То есть, что все это абсолютно естественно, ну, с этим надо жить, и это надо, как бы, правильно понять. И я вам скажу, что вот сейчас смотрю, очень много уже звезд эстрады, телевидение, все, очень много показывают себя без грима. Именно такими, какими они есть. Со всеми недостатками. Потому что, действительно, девчонки молодые, глядя на вот этот весь глянец, кажется, что вот такие все просто вот такими должны быть вот красавицами. Вот, Маша у меня, молодец. Хоть я ее и подкалываю, говорю, это ж надо так любить своих подписчиков, чтобы утром с прыщами себя показывать. Но, это, наверное, очень правильно. Потому что, через пять минут в этом же видео показано лицо, которое уже с макияжем, абсолютно чистое, абсолютно красивое, как и у наших замечательных звезд, то же самое. все должны понимать, что, ну, не просыпаемся мы в таком идеальном виде утром. И спать мы ложимся, умываемся, и есть, ну, со своими домашними, да, когда нас любят, когда нас, мы, мы красивые, красивые, без этого всего на лице. и любимый мужчина, ну, он этого не замечает. И, конечно же, этот весь макияж, и бороться со всеми своими дефектами можно и нужно. И можно скрыть, можно что-то не показать. Но это не значит, что надо постоянно быть какой-то куклой. Все должны понимать, что дома ты можешь быть немножко другой. И ничего здесь нет такого, что у кого-то какое-то сумасшедшее, огромное пятно, у кого-то все лицо в веснушечках, и он этого стесняется. И это все можно скрыть. Ну, в общем, мы на эту тему с ней все-таки обязательно поговорим. А сегодня она мне говорит, я, наверное, сниму видео вот такое разговорное, как у тебя, и расскажу о своей немножко жизни, о том, как она попала в Грецию, 10 лет там была, и это было не лучшее время. Это я к чему говорю? Мне в одном из сообщений написали, я там совет дала, может быть, я и не права, конечно, но мне написали, что легко богатым давать советы бедным. Дорогие мои друзья, не всегда было так, как, допустим, сейчас. Да, я человек не бедный, безусловно, но и не олигарх какой-то, у которого там через горло прет. Все бывает. А в жизни уж, поверьте, было не то, что поехать куда-то за границу на отдых. Были такие моменты, когда думал о том, пойти пешком на работу или поехать на троллейбусе. Поэтому, знаете, мысли материальны. Берем себя в руки, вдыхаем, рисуем улыбку и рисуем себе свое будущее. И думаем об этом хорошо. И самое главное, никогда не надо говорить, что я бедный. Это ужасное слово. Его нельзя произносить вслух. Это временное неудобство. Это все временно. Все впереди будет хорошо. Планируйте, стройте себе, думайте о хорошем. И, безусловно, под лежачий камень вода не течет. Если сидеть, сложа руки и ничего не делать, и только сидеть и стонать, какой я бедный и несчастный, и со всех сторон у меня все не так. Нет, так не получится. Берем удочку и ловим рыбку. Я об этом уже говорила. И не раз. А то, что мы себе планируем, это обязательно будет. Обязательно. Вот еще ответ на один вопрос. Больше рассказывайте о мысли материальной. Вот она, мысль материальная. Никогда не называйте себя бедным. Никогда. Вот забудьте это слово. Все хорошо, а будет еще лучше. Мой совет. И все у вас будет хорошо. Ой, а я несмотря на то, что холодно, настроение все равно хорошее. Потому что Саша принес редисочку, огурчики, зеленый лучок, и я сейчас как забатаю салатик весенний. И это еще больше подымет настроение. Вот как-то так. Ну все. До новых встреч. Сегодня коротенькая история. Думаю, завтра возможно будет длиннее. Надо хорошо подумать и вспомнить еще что-нибудь поинтереснее. Не забывайте, пожалуйста, подписываться и нажимать на колокольчик. Да? До встречи. Привет, Кэти. Ты уже огурцы ела? Смотрите, какой у меня салатик. Ой, это все. Это весна. Это запах огурца, редисочки, зеленого лучка. Сейчас я заправлю все это сметанкой. Как любит у меня Кэти огурцы. Это просто капец. Кэти, сказали, что тебе нельзя эти, господи, орехи. Огурцы можно, но она очень любит. Ой, ну вкусные. Ну, эта собака удивительная, она и редисочку тоже очень любит. Моя девочка. Сейчас будем кушать вкусный салатик. Да? И рыбка тушеная и салатик, и плов. Вчерашний, правда, но очень вкусный. А на улице до сих пор солнце. А время уже семь часов вечера. А мы уже ужинаем.